Еще вчера на ледовой арене Харбинского спортивного университета играли местные хоккеисты, а уже сегодня к предстоящему турниру готовятся футболисты. Россию на первом международном турнире стран ШОС по футболу на снегу представляют сразу две команды – студенты ДВФУ и сборная Приморского края. Приехали поиграть в привычный футбол, но в непривычных условиях не профессионалы, а любители. Для этих ребят самое главное здесь не победа. Главное – получить опыт выступления на международном турнире и незабываемые впечатления. Такой футбол мало чем отличается от привычного. Спортсменам предстоят баталии по правилам его уменьшенной версии мини-футбола. Ворота те же и размеры площадки оставили без изменения. А вот к покрытию и мячу игрокам приходится привыкать. На тренировке первым делом футболисты знакомятся со снарядом и полем. Мяч специальный для снега, тяжелее в несколько раз и не лаковый, а бархатный. А частые падения должны стать визитной карточкой этого турнира. Но главный судья соревнований признается – все новое – это хорошо забытое старое. Я, будучи еще действующим футболистом, скажем так, на футбольных каникулах зимой, у нас в Артеме практиковалась в коробке игра на льду. Конечно, выпадает снег, лед присыпает, и был тот же футбол на снегу. Это увлекательное зрелище. Надеюсь, что завтра команды проявят то же самое. Матчи за кубок международного турнира по футболу на снегу начинаются уже сегодня, 26 января. Стартуют соревнования по групповой системе, а после две сильнейшие из каждой группы встретятся в полуфинальных встречах. Они пройдут 29 января. Владимир Клюшников, Николай Кугук, Панорама.